Представители гмины Ванзовни из Польши теперь будут сотрудничать с Гагаузским селом Бежгиоз. УЗ «Дружба» и сотрудничество на первом этапе определены в области культуры, образования, туризма. Протокол о намерениях оговаривает и взаимовыгодную поддержку в микробизнесе. Два примара Томаш Костыр со стороны Польши Николай Гатишан из Бежгиоза в присутствии официальных лиц посольства Польской Республики Молдови подписали документ о намерениях сотрудничать. Николай Гатишан считает, что первоначально надо наладить диалог. Очень надеюсь, что те намерения, протоколы намерений, которые мы сегодня подписали, очень надеюсь, что они воплотятся в жизнь, послужат в дальнейшем и в области развития культуры, и в области образования, спорта, для развития обоих народов, как народов представителей Гагаузии, так и народов Польши. Томаш Костыр не сомневается, что польский и гагаузский опыт пойдет на пользу. Он заметил, что каждой стороне есть чему учиться друг у друга. Кое-что хорошего мы можем вам показать и научить по самоуправлению территориальному. Я надеюсь, что вы самое ценное и то, что будет для вас необходимое, извлечете и постараетесь вести у себя. Во время визита члены Совета польских примарей, старосты сел и студенты воочию увидели проблемы и достижения населенного пункта. Они ознакомились с работой детского сада, лицея, центра здоровья. Побывали в местном музее и Доме культуры. Узнали историю храма в честь святых апостолов Петра и Павла. Инициативу о сотрудничестве проявила польская сторона, первый раз посетив Молдову несколько лет назад. Эта инициатива была не только по Аняне, это инициатива учительницы польского языка в Кишневе, которая является жительницей их села и живет и работает в Кишневе. Но такая мысль появилась четыре года тому назад. И первый визит их был в Кишнев, а вот второй визит в Камрад. Но после первого визита в Молдавию они поняли и захотели навести какие-то контакты. Глава Чедролунского района отметил, что сотрудничество населенных пунктов разных государств положительно отражается на развитии инфраструктуры района и региона в целом. Важно общение в культурной сфере, в области образования и в том числе в области экономики. Поэтому мы рады тому, что премири могут самоорганизоваться и заключать такие связи для того, чтобы двигаться вперед. В начале будущего года в Польше будет подписано соглашение по братимству между населенными пунктами.